Здравствуйте! Это студия Аркадия Мамонтова. Ночью 20 января мини-отель «Карамель», что находится в Перми, залил кипяток. Заживо сварилось пять человек. Среди них маленький ребенок. От чего? От разгильдяйства, которое устроили местные чиновники. Трубу, которую прорвало там, в подвале, где находился мини-отель в жилом доме, с 1962 года никто не смотрел, не трогай. Ей столько же лет, сколько и мне. 57. Почему у нас в городах рвутся трубы? А у нас сити-менеджеры, главы администрации, бизнес. Все на хороших машинах, с мигалками ездят, летают за границу, имеют недвижимость в разных странах, в Европе то же самое. А в городах рвутся трубы. В 21 веке. В российских наших городах. Почему? А вот почему. Правила игры простые. Купить подешевле и что поплоше, а продать подороже. Это и материалы, и услуги. Дворники. Об этом знают все. Официальная зарплата почти 60 тысяч рублей. А платят им 20-25. И вся Средняя Азия нынче в дворниках. К сожалению, в большом. Трубы. Вместо того, чтобы покупать настоящие, нормальные, новые трубы, в которых идет магистральный кипяток, покупают бывшие в потреблении трубы, которые использовались там на газопроводах или еще где-то. Их чистят песком и потом продают дешево. Тем же сети-менеджерам и так далее. Сейчас вы увидите наше мини-расследование о том, как этот бизнес процветает. Речь идет не о Перми. Это характерно для каждого российского города. Посмотрите, как на самом деле делается коммунальное хозяйство в России. Итак, ЖКХ. Преступление. Без наказания. Несмотря на разоплачение и скандалы в трубном деле, мошенническая схема действует до сих пор бесперебойно. Мы выступили в качестве покупателей труб для ЖКХ одного небольшого города. И пришли на фирму, которая продает бэушные трубы под видом новых. А сколько им лет уже? Им лет? Хрен у него. То есть вот эту трубу вы готовы поставить? Да. Я трубу вам поставлю. Документы я вам сделаю. Товарные накладные. Шахтастуру сделаю. Заказчик это все одобряет, покупает, выбирает. Что они там с ней делают? Куда они ее там ставят? Нам по барабану. Но если вот ставить такую трубу, вероятно... Вот это она продержит. Дальше я гарантию не подавлю. Мы к настали, ребята, видите, сейчас. Как ни день, так труба лопнула. Как ни день, так труба лопнула. Так а почему они лопаются-то? Вроде бы... Хрен он знает, чего они туда ставили. Да может, водянку захеракали, галень? Нет, ее откисочек, но там все равно раковин будет. Дыры. Не дыры, а... Ну, это самое преступное такое ставить. Оно дешево. 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 На окраинах почти каждого города есть вот такие цеха под открытым небом, где со старых труб сбивают ржавчину. Потом из них сваривают целые теплотрассы. Через пару лет происходят разрывы, и все начинается заново. Угроза получения ожога. Возможен провал грунта дорожного покрытия. Всем удалиться из опасной зоны. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok